День Великого Октября Нашим победителем, он с изумлением и интересом смотрел на знаменитую картину, когда 200 наших воинов-победителей бросали гитлеровские штандартные знамена к подножию Мавзолея. В Мавзолея стоял Сталин, верховный главнокомандующий, все 10 командующих фронтов, которые обеспечили на финальной стадии войны эту выдающуюся победу, освободив нашу страну и весь мир от фашизма. И вдруг на фоне этого раздаются снова абсолютно провокационные мерзкие призывы лезть и раскапывать Красную площадь. Еще раз повторяю всем, что мы рассматриваем такие призывы, тем более накануне праздника, как плевок в душу всем гражданам нашей страны, в могилу каждого из 27 миллионов, которые погибли, отстаивая советскую державу и борясь с фашизмом. Мы рассматриваем как откровенную провокацию против государственной политики нашей страны, ибо кроме подписи Владимира Ильича Ленина под созданием Российской Федерации нет никаких других документов. Мы рассматриваем как плевок в сторону безопасности российской, потому что кроме как подписи Сталина под созданием Совета Безопасности нет другой подписи, а мы наследники тысячелетней истории нашей державы. Для просвещения напомню всем, что нет ни одного, кроме Жириновщины, которой бы ставили под сомнение великие заслуги Октября и Ленина. Если возьмете одного из самых злобных ненавистников советской власти Черчилля, который в 2018 году призывал задушить советскую страну, он заявил, что Ленин это гений, ум которого светился, и он видел весь мир сразу, весь его позор и в первую очередь несправедливость. Такие люди, заявил он, рождаются раз в сто лет, но этому столетию повезло. Он считал, что и себя может отнести к этой плеяде выдающейся людей. Альберт Эйнштейн, моральной чистоплотности и гений которого никто не сомневает, сказал, такие люди, как Ленин, обновляют совесть человечества. Я считаю, что если внимательно присмотреться к тому, что говорят великие ученые и специалисты современности, то вы тоже увидите подтверждение этих высочайших оценок. Недавно ушел из жизни в 1990 году Валерстайн, который подготовил теорию миросистемного подхода и роли капитализма, и он прямо заявил, что скоро все будут гордиться Лениным и великой советской эпохи, потому что капитализм в его неолиберальном издании оказался смертелен для планеты и человечества. Если не обуздаем давление денег на политику и не сократим социальные неравенства, то взрыв неизбежен. Кстати, это подтвердили очень влиятели банкиры, финансисты в Америке, которые предложили резко увеличить налоги на их состояние. Кстати, Тома Пикетти недавно издал огромную книгу «Капитал и идеология», где призывает вообще на миллиардеров наложить налог чуть ли не 90%, потому что полагает, что это действительно то, что вызовет социальный взрыв. На мой взгляд, мы обязаны накануне октября еще раз осмыслить великие достижения ленинско-сталинской политики и модернизации. Ленин 25 лет изучил развитие капитализма, исследовал сотни источников и подготовил работу, которая предвосхитила дальнейшее разрастание империализма и втягивание России в мировую войну. Он сказал, что капитализм в России периферийный, что он неизбежно будет тянут в войну за передел мира и что Российская империя не выдержит этой перегрузки. Российская империя сгорела в Первой мировой войне. Евгений Ленин позволил создать партию, позволил предложить стратегию, позволил осуществить тактику, при которой за пять лет от Керина, который мерили метрами на матовые на руку, до золотого червонца, которым считались все в Европе. Он сумел приложить политику от военного коммунизма до НЭПа и Продозверский, Плана Гуэрло и НЭПа, который подняли полумертвую Россию. Сталин продолжил эту гениальную политику. За 10 лет построили 9 с лишним тысяч заводов. Полуграмотная страна, растерзанная, униженная и убитая, возродилась мирно на съезде народов СССР в новой форме государственности и сумела доказать всему миру, что советская власть самая эффективная. Она создала лучшие школы и науку. Она воспитала лучших командиров и солдат. Она обеспечила победу над фашизмом. Она обеспечила прорыв в космос. Всего за 15 лет. После военной истории всего за 15 лет мы сумели справиться с потерями. Мы обеспечили развитие науки невиданными темпами. В 1945 году мы укладывали образование 11%, американцы около 3%. Сейчас мы укладываем 3,5, американцы 9% и скупают мозги по всему миру. Почему нынешний бюджет продолжает эту идиотскую политику, которая убивает возможность страны возродиться и прорваться вперед по новым технологиям? Мы тратили на развитие сельского хозяйства более 10% расходной части бюджета. Почему сегодня мы 10 лет подряд тратим менее 1,5% и все толкуют о том, что мы прорвались куда-то вперед. Мы никуда пока не прорвались. Почему в нынешнем бюджете нет 20 миллиардов для поддержки сельскохозяйственного строения, которые еще недавно убили? Коломейцев знает, он сам работал на Россельмаши. У нас осталось 16 живых заводов. Мы сейчас сумели возродить три сотни таких заводов. Ни копейки не дают. Уже в следующем месяце Кировскому заводу и Россельмашу трудно будет заплатить зарплату. Почему они сидят на куче денег и ничего не делают для того, чтобы реализовывать талант? Недавно открыли здесь великолепную выставку, посвященную Примакову памятник. Володин выступал. Наследуем, продолжаем. Все прекрасно. Путин выступал. Прекрасные речи. Но почему ни одного пункта из программы Примакова, с которой он выступал на каждом Меркурии, который призывал реализовать экономический блок правительства. Почему ни в этом бюджете, ни в реальной практике их нет? Примаков заставил контролировать финансы и банки. Отток капитала в несколько раз сократился. Почему сейчас эта банковская система превращена в кучу денег, 30 с лишним миллиардов, и невозможно получить нормальный кредит? Примаков все сделал, чтобы ограничить цены на бензин и электроэнергетику. Почему у нас в деревне сейчас по 8 рублей платит за киловатт в часу? Она не в состоянии выжить при таком ценообразовании? Примаков предложил в срочном порядке поддержать все новейшие технологии. И туда деньги вбухали, причем печатали дополнительно. Почему сейчас у нас 120 триллионов оборотных средств, которые лежат мертвым грузом, не запускают новейшие технологии? Почему в этом бюджете всего на два Аэрбаса выделено денег для развития авиации в огромной стране, которая без авиации не может развиваться? И такие вопросы остаются. И по-прежнему население нищает безобразным образом. Одни богатеют баснословно, вторые нищают. И каждый день слушаем эту блевотину относительно того, что советская власть не так строила, не так сражалась, не так защищали, не тех слушали, не так хоронили. Я призываю президента возвысить свой голос государственника и закончить эту болтовню. Еще раз вам заявляем, эти рейдеры, полихаты и всякая прочая мерзость ходят вокруг совхоза имени Ленина. Мы его будем защищать, как защищали наши отцы и деды советскую столицу. Сталинград отстаивали. Это единственный пример Московской области, где объединили успешного предпринимателя с нормальным социальным пакетом и полным новейшими технологиями. Мы сейчас разобрали, что делает судейская комиссия, что делают прокуроры и прочее. Я официально написал письмо президенту, он поручил Следственному комитету. Мы поможем расследовать все эти преступления. И особенно те, кто их решует. Обращаюсь к нашему комитету, который создан после беспорядка в Москве. Мы вас просили при создании этого комитета, отправили туда генерала Синельщикова, опытного прокурора. Расследуйте, кто участвует в подстрекательстве граждан к массовым беспорядкам. Те, кто сегодня организовал рейдерский захват совхоза Ленина. Те, кто сегодня давит на Левченко, пытаясь освободить человека, который добился лучших результатов в сибирском регионе за последние годы. И те, кто, собственно говоря, провоцирует беспорядки на Красной площади. Мы уверены, что страна не даст себя втянуть в лихие 90-е. Хотя два пути сегодня очевидны. Один – путь возрождения справедливости и уникальный опыт реформ Примакова-Маслякова-Герасченко. И второй – новолиберальный реванш всяких мерзавцев, которые тащат в Москву Ельцин-центр и продолжают рейдерские атаки на самые успешные хозяйства. Я приглашаю всех, народно-патриотические все силы, сплотиться и приглашаю. Завтра в 15 часов собираемся на площади Пушкина, 6-й в центр Москвы и здесь большой митинг-концерт. Всех еще раз поздравляем с праздником.